Конкурс «Праздничный наряд для лесной королевы», задуманный Центром детского творчества «Импульс» около 20 лет назад, пользуется интересом как у детей, так и у их родителей. И взрослых тоже захватывает дух творчества. В среду в кинотеатре «Искра» состоялся новогодний праздник. Пришедшие увидели сказочное представление и полюбовались конкурсными работами. В день проведения праздника фойе кинотеатра «Искра» украшала не только новогодняя ёлка, но и выставка работ участников конкурса «Наряд для лесной королевы». Более 900 произведений искусства, по-другому и не назовёшь эти творения, было представлено на суд жюри. Номинации остались те же самые. Работы оцениваются по возрастным группам, по категориям, начиная с детского сада и заканчивая старшей школой. Подруги-старшеклассницы Алина Бондарева и Аня Басина представили на конкурс картины, выполненные в технике батик. У меня сюжет, что Дед Мороз держит свою фею ёлочку, и ёлочка наша праздничная озаряет весь мир и разносит радость, счастье. Новшество конкурса этого года – приз зрительских симпатий. Каждый пришедший, написав номер понравившейся работы, отдавал свой голос за автора. Башня, она понравилась мне тем, что она высокая и похожа на сказочную. Ящик откроют, работа будет выбрана, конечно, одна. Уже заготовлен диплом, куда мы впишем фамилию победителя, и для победителя подготовлен подарок. До вручения подарков и дипломов победителям участники театрального коллектива «Импульса» показали всем пришедшим сказочное представление – ожившие игрушки. Любимые персонажи сказок пели и танцевали, а вместе с ними и вся детвора. Набросаем мишу рот, продолжаем мы игру. После спектакля Дед Мороз поздравил всех с наступающим Новым годом, а победителям конкурса вручил дипломы и подарки. Чичкова Юлия за свою прекрасную снежную королеву, сделанную из соленого теста, получила диплом второй степени. Я уже лет пять участвую в этих конкурсах, мне очень нравится. Зимнюю сказочную композицию создавала вся семья Васинах – Кристина, ее папа и мама. Конкурс очень нужен, потому что он объединяет семью, все задействованы, все участвуют. В следующем году конкурсу юных дарований декоративно-прикладного искусства исполнится 20 лет. И это доказывает, насколько он любим и востребован. Людмила Медведева, Евгений Садовский, Елена Кошлева. Видное ТВ.